Привет, Кишинев! С вами Женя. Сегодня в рамках проекта «7 минут» мы поговорим о шоу-бизнесе. У нас в гостях человек, который первый в Кишиневе сконструировал четкую систему ивент-технологий и начал зарабатывать на этом деньги. Наверняка вы догадываетесь, о ком пойдет речь. У нас в гостях Артур Сухих. Вместо встречи Артур выбирал сам. У меня возникает первый вопрос. Почему именно «Зеленый театр»? Потому что это история и это веха моей личной жизни, моей деятельности и воспоминания как детства, так и уже более взрослых своих лет. Есть какие-то четкие ассоциации, связанные именно с этим местом? Ну, 87-й год. Концерт, рок-фестиваль, круиз, браво, прочие другие прекрасные коллективы. Мне было тогда, по-моему, 15 или 14 лет. Но это, по-моему, это я никогда не забуду точно. Я предлагаю занять места в зрительном зале. Ты не против? Можно. Артур, нам всем ужасно интересно, что такое «Закулисье». Что из себя представляет артист вне сцены? Ну, я думаю, что артист вне сцены – это то же самое, что ваши друзья, близкие, знакомые, которые каждый имеет свой характер, свои тараканы. А еще, если уйти в понятие «творческий человек», то это все можно в квадрате сразу же умножать. И вообще, человеку, находящемуся в зале, я предлагаю там не оставаться. Сложно, в принципе, иметь дело с артистами? Есть ли какая-то специфика общения? Ну, вы знаете, чем больше этим занимаешься, тем больше понимаешь, что надо до минимума сводить отношения с артистом вообще как таковые, если ты занимаешься этим как бизнесом. И если говорить о профессиональных подходах к этому виду деятельности, то надо уходить полностью в фиксированные юридические отношения, которые должны быть завязаны на менеджменте артиста. Райдер-звезды. Скажи, а бывали ли пункты в этом соглашении, которые, в принципе, тебя удивляли? Ну, знаете, в большинстве случаев сложность райдера зависит от менеджмента артиста. В основном, каждый из них это человек довольно спокойный и без тараканов. Если говорить о фактах, то, например, свежий номер USA Today в гостинице, священный номер, для меня это было удивительно. Правда, это было то время, когда интернет не особо был развит, да, это был западный артист. Но, с другой стороны, я вам скажу честно, что с западными артистами удобнее работать только потому, что у них все по пунктам расписано, точка, запятая. И то, что ты получил, ты должен просто глупо выполнить. Если он его не увидит на своей кровати, то он что, не выйдет на сцену? Ну, я вам скажу сразу, что в большинстве случаев нормальные опытные люди все сверяют на берегу и сразу вычеркивают из этих списков те моменты, которые не будут осуществлены. Не встреча с цветами утрапа самолета, это, по-моему, дел только сумасшедших артистов, которых уже вчерашний день давно прошло. На самом деле мнение таково, что большинство артистов и звезд являются в какой-то степени сумасшедшими. То есть, бывали ли, встречался ли ты с неадекватным поведением звезды? Случалось. Случалось и неадекватное поведение. Случалось, что ты приходишь в ситуацию, при которой ты должен находить абсолютно ненелепые объяснения для взрослого мужчины, который ведет себя не как мужчина даже. Ну, опять же, это люди в большинстве случаев очень ранимые, они по определению требуют к себе отношения как к небожителям, да. Хотя я абсолютно думаю, что в большинстве схем это напускное все и это желание поставить себя в статус определенный. А если по факту приезда звезды оказывается, что некоторые пункты райдера, которые были в принципе оговорены, не выполняются? Ну, я вам скажу, что, опять же, что касается западных артистов, то самое страшное, это, конечно, отмена мероприятия, плюс штрафные санкции. Это теория возможно, но я думаю, что это может произойти только в первую очередь по несоблюдению технической части вопроса. То бишь, вещь, которая влияет на итоговый результат концертов в контексте звука, света и прочих технических моментов, она может повлиять, послужить причиной для отмены. Артур, насколько ваш бизнес зависит от обстоятельств? Расскажи, пожалуйста, о самом непредвиденном срыве ивента, мероприятии. Ну, я вам скажу, что было мероприятие, которое висело просто под срывом, было все из-за того, что оборудование не проходило таможню. Это обстоятельства, которые ты просто не способен, ну, никак предусмотреть. Было мероприятие, которое проходило ровно через неделю после захвата Норд-Оста. Психологическое состояние было очень страшное вообще, несмотря на то, что мы это делали в Кишиневе, но напряжение настолько было психологически сложно от того, что люди наблюдали в течение четырех дней в прямом эфире все, что там происходило. Я вам скажу, что это по-любому на тебя все ложилось, и у людей был реальный страх идти на концерт. Как вы выходитесь в данных ситуаций? Это просто все на нервах, на грани срыва психологического, когда в большинстве случаев это происходит ситуация, при которых финансовая часть вообще не рулит. Я вам скажу, что после каждого мероприятия, если бы у меня был бы дар писателя, я бы писал книги, они бы пользовались бы успехом. Кого из артистов ты бы хотел привести, но на данный момент по той или иной причине ты просто не можешь его сделать? Это проекты дорогого уровня, с легендарными группами, уровня Red Hot Chili Peppers, уровень Металлики, уровень Рамштайма. Я беру за основу пока артистов так называемого рок-н-рольного жанра, но есть артисты и других направлений. Теперь я предлагаю перейти на личности и узнать побольше о самом Артуре. Артур, расскажи, как ты планируешь свой рабочий день? Ты проснулся утром, выпил кофе, чай и... Вам горяченького захотелось, понятно. Но в большинстве случаев за меня его планируют. Система так построена, что я иногда удивляюсь, находясь за границей, когда тебе телефон вообще не звонит целыми днями. У меня начинается истерика, я звоню оператору, спрашиваю, все ли у меня в нормальной связи. А мне знакомые друзья говорят, успокойся, просто ты не в схеме. И ничего страшнее, ничего не может быть страшнее чувствовать себя вне схемы. Последний астронавт, который ты посещал, который ты был, какие впечатления она на тебя произвела? Вот я уже туристом стал. Не скажу, что очень поразило, очень спорные чувства, но вот только с Кубы вернулись, это... Смешанно, очень смешанно. Это можно опять же книгу писать. Только вернулись, как сменили госсекретаря. Ты живешь в комфорте самим собой? Или если нет, что ты делаешь для того, чтобы, в принципе, это чувство тебя окружало? Ну, я окружаю, в первую очередь, себя теми людьми, с которыми мне хорошо. И тем самым убеждаю себя, что все-таки все красиво вокруг. И все получается не в идеале, иначе его просто не за чем стремиться, но все, все, в принципе, на выходе близкое к тому, что хотелось получить. Нам практически ничего не известно о твоей личной жизни. Ты тщательно скрываешь, либо, либо? Ну, в принципе, да. Я не посвящаю обществу свою личную жизнь. И по причине этого мне нечего бояться, просто это моя другая жизнь. И это самое дорогое, что может быть, и ради чего вообще я живу. Поэтому посвящать общественность, чтобы оттуда подкачивался... Ненужный мне человек подкачивался информацией, мне это не надо. Вы смотрели программу 7 минут. За 7 минут мы узнали кое-что о бизнесе, кое-что о личности. Надеюсь, все это вам было очень интересно. До встречи в онлайн. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...